Привет, друзья! С вами КикОбзор, канал, который рубит на фаталити техно-новости одну за другой 24 часа в сутки, мать его! В сегодняшнем «Вниз-назад-вперед-вверх» выпуске компания, которой можно своим софтом взламывать все айфоны, и да, вы не ослышались. Атака клонов iPhone X с начинкой от Android в Барселоне, китайцы, которые своими дронами вскоре сделают Intel, и новейшие ретро-консоли, которые заставят отбросить в сторону клавиатуры и мышки и взяться за ретро-джойстики. Ну что, готовы? Начнем мы сегодняшний выпуск с компании, которая на весь мир заявила, что может очень глубоко войти в Apple. Учтите, леди, я занимаюсь курением. О, я тоже. Celebrite – вот как называется эта бурящая софт-компания. Оказывается, они располагают инструментом, позволяющим получить доступ к содержимому любого современного смартфона Apple. Разработанный софтовый бур способен пробурить любую айскважину на операционной системе iOS-версии от пятой до самой последней. Celebrite активно рекламирует себя среди следственных органов. По информации осведомленных источников, израильские специалисты еще в декабре прошлого года по запросу Министерства внутренней безопасности США смогли проникнуть в iPhone X, конфискованный у подозреваемого в контрабанде оружия. Celebrite продает методику извлечения данных со смартфонов госорганам и криминалистам по всему миру, включая США, Турцию, Эмираты и даже Россию. Флагманским продуктом компании является программно-аппаратный комплекс UFED, который служит для вскрытия SMS, электронных писем и других данных с более чем тысячи различных моделей смартфонов. И продолжаем тему Apple, которая, как ни крути, задает моду, даже не участвуя в мировых технологических шоу. Каждый раз ее незримое присутствие на них ощущается. В первую очередь благодаря тому, что каждая выставка отмечена участием большого количества производителей, стремящихся копировать ее продукты. Тремя главными особенностями, которые делает iPhone таким уникальным, являются вертикальная двойная камера, вырез верхней части дисплея и экранное пространство в том месте, где должна была находиться кнопка Home. Как оказалось, челка в Барселоне нынче в моде. Многие производители без стыда и совести представляли свои смартфоны и даже не краснели. Посмотрите сами, друзья, на эту атаку клонов от компании Liagoo. Со смартфоном только не падайте, с названием S9, Oukitel U19 или, скажем, тайваньской компании Asus, которая анонсировала Zenfone 10, ой, то есть 5. И если кто вас желал iPhone 10 на базе Android, то поздравляем у вас просто огромнейший выбор. И как видно, останавливаться на копировании производители из Китая не собираются. Помните, в одном из наших выпусков мы вам рассказывали про мировой рекорд Intel, которая запустила аж 1200 дронов в честь Олимпиады в Южной Корее? Так вот, китайцы решили устроить свои голодные игры, а если быть точнее, в рамках проходящих праздников в провинции Гуанчжоу устроили уникальное световое шоу с участием «Не угадайте, дронов». Под звуки новогодних песен около 300 дронов синхронизированно выстроились в один ряд и, несмотря на легкие дожди, начали свой перформанс. Паря в воздухе, они перевоплощались в различные персонажи, включая китайского бога богатства, а также иероглифы удачи и удовольствия. Очарованные зрители тут же взялись за телефоны и начали снимать происходящее и отправлять на Snapchat Intel с хэштегом «Это Китай, детка!». По словам разработчиков синхронного движения дронов, они добились благодаря специальному программированию, и мы почему-то догадываемся, какому. Продолжаем темы крутых технологий. Итальянская компания Piccolo Piccolo Piccolo, твою мать, предлагает установить в каждой квартире камеры и систему отслеживания движений, которая будет подключена к умному дому. Это позволит человеку управлять всей техникой в доме без пультов и выключателей, используя лишь жесты рук. Камера создает виртуальную объемную карту пространства комнаты, определяет человека в помещении и фиксирует его движение. Например, система понимает, что человек сидит перед телевизором, и он может взмахом руки поставить фильм на паузу или перемотать движением руки вправо. Телевизор — это только одно устройство из возможных. Систему Piccolo можно подключить ко всему умному дому. Можно будет, не прикасаясь ни к чему, включать свет, открывать двери и окна, звонить друзьям и устраивать незабываемые вечеринки. Компания Piccolo не рассказывает о планах выпустить камеру в массовое производство и не говорит, сколько она будет стоить. Да и пока устройства умного дома не распространены во всем мире. Так что Piccolo пока только красивая демонстрация, но уже очень хорошо работающих технологий. И прежде чем начать второй раунд, маленькая рекламная пауза. CashbackServiceBag.com Продолжаем, друзья, и окунемся в безбашенные восьмидесятые. Вдохновляясь классическими формами ретро-компьютеров, шведский дизайнер Лав Хюльтон порадовал ценителей ретро-видеоигр и коллекционеров. Его новейшая работа — полная реинкарнация домашнего компьютера PET-2001, который был выпущен компанией Commodore аж в 1977 году. PET-D-LUXE. Так дизайнер назвал свой новый компьютер, который оснащен оригинальной клавиатурой и датасет, устройством для считывания информации с магнитных мини-кассет, разработанных специалистами Commodore. Начинка этого аппарата вполне современная. Микрокомпьютер, который находится внутри орехового корпуса, напичкан программами-эмуляторами, способными воспроизводить не только игры времен оригинального PET-2001, но и 8- и 16-битные шедевры от многих других популярных консолей. Наслаждаться классическими шедеврами можно с помощью двух настраиваемых беспроводных контроллеров, дизайн которых вдохновлен классическими джойстиками TAC2 от игровой системы Atari 2600. Компьютер, как заявляет создатель, будет единственным в своем роде. Будет же стоить данная консоль всего каких-то 2255 баксов. А для всех тех, кто впал в ностальгию и захотел поиграть во что-то эдакое 8-битное, но не хочет при этом выкладывать 3 куска, не волнуйтесь, и на такой случай у нас припасены новости. К сожалению, не все игры ретро-фанатов можно найти в современных маркетах от Google и Apple. Именно для этого и был разработан этот малыш под названием Pocket Spirit, у которого просто огромное количество игровых возможностей. Несмотря на то, что он очень скромный в размерах, пользователям нет нужды беспокоиться о качестве изображения, так как он оснащен OLED-дисплеем, способным создавать четкое полноцветное изображение. Девайс также оснащен кнопками щелчка и диппадом, системой для тактильного управления, перезаряжаемой батареей, а также возможностью подключения к Wi-Fi, что позволяет загружать новые игры очень быстро. Идем дальше. Те, кто следит за нашим инстаграмом, знают, что мы влюблены в байки, а в электробайки особенно. И поэтому мы не могли пропустить эту конфетку. Не, не эту, а эту. Хотя, хотя та тоже была супер, в общем-то. Изобретатели из Коппенгагена, что в Дании продемонстрировали электрический велосипед в стиле BMX. Его главной особенностью является то, что от простого велосипеда его просто не отличить. Ну и маленькая деталь – это способность функционировать от энергии солнца. Велосипед, который назвали Quirn, оборудован 250-ваттным электрическим двигателем, а также 36-ваттным аккумулятором. Этого хватит, чтобы преодолеть до 50 километров. За 4,5 секунды устройство разгоняется до 25 километров в час. Есть у двухколесного транспортного средства и другие современные полезности. Умные фонари, сзади и спереди динамик, блютуз, бортовой компьютер, размещенный на руле. ПК демонстрирует остаток зарядки и даже пробег и скорость. Заряжать аккумулятор можно от традиционной розетки или от специальной установки, обеспечивающей зарядку от энергии солнца. Данный проект находится на стадии конечной разработки, в скором времени будет известна и его цена. А теперь давайте перейдем к одной из наших постоянных рубрик – блокчейн-технологий, применение которых переворачивает мир вверх-то ромашками. Немецкий автомобильный концерн Porsche заключил договор с блокчейн-стартапом X-Ain из Берлина. Совместными усилиями стороны приступили к тестированию технологий распределенного реестра на автомобилях Porsche Panamera. Сам блокчейн уже внедрили в программные механизмы блокировки и разблокировки дверных замков автомобиля. Это позволило в шесть раз увеличить скорость их срабатывания. Помимо замков, технология распределенного реестра нашла применение и в системе авторизации временного доступа, позволяющей на время одалживать автомобиль другому водителю. Оливер Деринг, финансовый директор Porsche, отметил, что инновационные технологии, используемые при производстве автомобилей, несут реальную пользу владельцам, открывая для них новые возможности по части безопасности. Помимо внедрения блокчейна в указанные узлы автомобилей, разработчики собираются использовать технологию распределенного реестра для быстрой и безопасной передачи данных, что позволит, например, существенно сэкономить время при оплате зарядки, парковке автомобиля и в ряде других случаев. А на этом на сегодня все, друзья. Спасибо, что были с нами. Поддерживайте нас своими лайками. Не забывайте подписываться и нажимать на дзинь-дзинь, чтобы не пропустить ни одного головокружительного дайджеста. Также вы можете следить за жизнью команды КикОбзор на нашей странице в Инстаграм. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok